Всем привет! Сегодня я хотел бы немножко поговорить о том, какого качества делает свою продукцию компания Xiaomi. У меня в руках разветвитель от компании Xiaomi под своим суббрендом Roidmi. Они выпускают различные автомобильные гаджеты, различные автомобильные девайсы. И вот сейчас у меня такой разветвитель от прикуривателя, который позволяет сделать из одного гнезда прикуривателя два. Как видите, у него довольно неплохие характеристики. У него заявлено 8 А, у него заявлена высокая мощность, у него эластичный провод, у него есть возможность менять предохранитель, если вдруг перегорит. И вот недавно он у меня перестал работать. Я задался вопросом, что же произошло. Когда я его вскрыл, я был немножко удивлен, потому что перегорел предохранитель. И когда я заглянул, собственно говоря, на маркировку предохранителя, оказалось, что предохранитель на 5 А. Конечно, я намотал вот такой вот жучок специальный, так называемый, среди радиоэлектронщиков называется жучок. То есть намотал кусок проволоки для того, чтобы этот предохранитель, ну, по сути, просто работал. Потому что в автомобиле-то у меня есть предохранитель, который идет на прикуриватель, а здесь, по сути, в нем необходимость, наверное, отпадает. И я вот задался вопросом, почему же компания Xiaomi выпустила такую модель с такими хорошими параметрами и указала 8 А целых, что выдерживает это устройство. По факту поставила предохранитель на 5 А. Неужели там все так плохо? Я решил вскрыть это устройство, и давайте посмотрим, как его вскрыть. Как видите, для того, чтобы вскрыть, нужно всего лишь отклеить вот эту наклейку с различными характеристиками, с логотипом роидами. И там кроется 4 винта, которые можно свободно открутить любой крестовой отверткой. И посмотрите, что у нас находится внутри. Как видите, сборка просто отменная. У меня вообще никаких не возникло вопросов по поводу сборки, потому что никаких соплей, никакого, знаете, дешевого текстолита, какой-то экономии. Этого ничего я не заметил. Действительно, толстый провод. Допустим, светодиод тот же, да, он не припаян на плату, а он идет на разъеме. Все сделано очень цивильно. Единственное, чего я не мог понять, почему же они все-таки сделали на 5 А. Возможно, они просто не хотели лишний раз перегружать это устройство и не выжимать из него все соки. А так, посмотрите, действительно очень годно. Все вот эти места под закручивание винтов, они металлические, обратите внимание. Они не пластиковые, то есть сломать их практически нереально. Внутри, посмотрите, тоже все очень красиво сделано. Все гнезда посадочные, они универсальны и позволяют установить туда все, что угодно на любой тип штекер вот этого прикуривателя. Поэтому, ребят, никаких у меня вопросов по качеству не возникло, после того, как я разобрал эту штуковину. Единственное, что я немножко не смог понять, почему все-таки они установили такой предохранитель. Если у вас есть ответ на этот вопрос или догадка, пишите об этом в комментариях. Мне очень интересно узнать ваше мнение. И я в очередной раз убедился, что компания Xiaomi действительно делает годные девайсы. И при разборке, при внимательном таком исследовании, это все становится более чем очевидно. После того, как вы соберете это устройство, разглаживаем немножко эту наклейку. И, как видите, все становится на свои места, все довольно красиво. И можно дальше продолжать пользоваться девайсом. Единственное, что вот хотелось бы поставить туда предохранитель на 8 А. У меня сейчас такого нет. Ну, прикуплю обязательно и установлю. И для того, чтобы проверить это устройство, нужно иметь вот такой мультиметр, мультитестер, называйте его по-разному. И поставить его на прозвонку, либо на замер низкомного сопротивления. Дальше прикладываем к боковым контактам на штекере. И проверяем общий провод, который находится по кругу, по всему радиусу этих гнезд. А дальше проверяем центральный провод, который находится на кончике. И, собственно говоря, внутри он находится в самой глубине. Это такая контактная круглая площадка. Если это видео вам понравилось или было полезным, не забудьте его поддержать. Вы знаете, что с ним делать. Конечно, делитесь им с друзьями. И, конечно же, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Где я купил эту штуку, я укажу в описании. Ну, как всегда, конечно, всем хорошего настроения. Пока.